Здравствуйте, товарищи! В эфире очередной обзор коллекционной машинки от компании Ашет Коллекция, которыми я обрастаю просто со страшной силой. Теперь мне действительно уже ставить их некуда. Могу сказать, что за время перекладывания машинок из коробок в коробки, переставления их по полкам, практически ничего не отломалось, кроме антенны у ГАЗ-21. Но это не важно. Итак, мы продолжаем обзор. Легендарные советские автомобили, как я уже говорил, от компании Ашет Коллекция. В этот раз это у нас ГАЗ-69. И он прямо действительно с пылу с жару. Только что мне его доставили. Доставляют мне его по почте. И я могу подписаться, что и вам рекомендую. То есть вы подписываетесь или на почте, и вам присылают посылку, или заходите на сайт компании, или звоните по бесплатному номеру, который расположен снизу, или адрес компании в аннотации. Итак, ГАЗ-69 в масштабе 1 к 24. Ну, это достаточно уникальный масштаб, по причине того, что здесь можно рассмотреть все нюансы автомобиля. Ну и, во-первых, вернее, даже, наверное, уже во-вторых, эта машина смотрится достаточно презентабельно. Многие скажут в очередной раз, что у машинки ничего не открывается, а я не сторонник открывающихся машинок. Не потому что мне неинтересно поиграться с ними. Я вообще в машинке уже, ребят, наигрался. А мне интересно любоваться автомобилем, где геометрия кузова соблюдена, где нет искажений линий. Понимаете? Вот самое главное, на мой взгляд, в автомобиле, который стоит у вас на полке. Это не игрушечная машинка. Итак, что мы тут имеем? ГАЗ-69, который в народе называли «труженик». Вернее, не в народе называли «труженик», а саму идею создания автомобиля называли «труженик». Вообще, в народе он получил прозвище «козел». Итак, мы перед собой имеем цельнометаллическую модельку с пластиковым верхом. С пластиковыми боковыми стеклами. С протектором, правильным протектором на резиновых колесах. Этот протектор называется «расчлененная елочка». Вы понимаете, насколько советский человек не был перегружен вот этими двойными смыслами? Расчлененная елочка. Опять же, в народе данную модификацию автомобиля с двумя дверями и задним откидывающимся бортом называли командирским. На самом деле, это не совсем так, по причине того, что он не был там командирским или не был там колхозным. Изначально все ГАЗ-69 выпускались с такими кузовами. Это была, так сказать, базовая модель. Она имела непосредственно брезентовый тент, брезентовые форточки. Имела возможность машина, что лобовое стекло складывается вперед на специальные фиксаторы, которые, кстати, здесь тоже показаны. Аллигаторного типа капот с креплениями. И крепления тоже хорошо прорисованы. Они вылиты из металла. Еще раз повторюсь, что это литье металла под высоким давлением, что позволяет, опять же, показать автомобиль более четко проработанный. А капот здесь пластиковый, чтобы потом мне не говорили. Решетка радиатора, боковые панели пластиковые. А вот крылья и кузовные панели, сам кузов, он выполнен из металла. Очень хорошо видна рамная конструкция, полуэллиптические рессоры. Собственно, из-за рессор автомобиль и получил прозвище «козлик». Дело в том, что при резком торможении или на неровностях амортизаторы не успевают отрабатывать. И получается, так как подвеска жесткая, машину начинает сильно раскачивать, и автомобиль козлит. История автомобиля вполне логичная, так как 69-й «Газик» является логическим продолжением 67-го. Партии стране нужны были автомобили, которые являлись бы и буксирами для артиллерии, и могли перевозить грузы до 500 килограмм, и могли перевозить пехоту, могли перевозить, я не знаю, раненых. Советскому Союзу нужны были подобные автомобили. Первые машины были разработаны в 1947 году, опытные образцы. А в серию машинка пошла уже в 1953 году. И на Горьковском автозаводе она выпускалась, на самом деле, сравнительно недолго. Всего каких-то там три года. Потом производство передали в Ульяновск. Мастера с Горьковского автозавода тоже поехали производить машину в Ульяновск, разрабатывали. Чем удивительна машина? Она, по сути, является... Ну, вообще, на самом деле, это очень традиционно для отечественного автопрома. Она является компиляцией запасных... Ну, не запасных частей. Компиляцией автомобильных частей других марок. Ну, не марок, скорее всего, моделей. Основная часть комплектующих – это победа. Поэтому иногда, когда сравнивают конструкцию ГАЗ-69, скажем, с теми же Виллисами или с подобными какими-то американскими внедорожниками, всегда говорят, что наш газончик очень сильно похож на американские автомобили. Или, скорее всего, как всегда, нет. Я вас немножко расстрою. Ничего общего с Виллисом машина не имеет. А схожесть всего лишь в том, что ГАЗ-М20 Победа ведет свои корни от американских машин. Поэтому и схожесть двигателей на УАЗе. Видите, я уже говорю, УАЗик на самом деле это ГАЗик. Схожесть двигателей Победы, двигатель М20, очень похож на своего прародителя, американца. Здесь от Победы амортизаторы, здесь от Победы МОЗ, здесь от Победы коробка передач трехскоростная. Здесь много чего от Победы, и поэтому здесь есть некая унификация автомобиля, что на первом этапе было достаточно хорошо. Ну, давайте вернемся к модели. Итак, сбоку висит запасное колесо, которое на самом деле усложняет посадку в автомобиль. Для высокого человека залезть в газончик, ну, блин, проблематично. Вот именно с задницей ты упираешься в это колесо. А машинка все-таки небольшая, и тебя там немножечко расклинивает как бы. Сбоку стоит фароискатель, поворотники, очень напоминают Москвич 401-402. Ну, мы понимаем, почему напоминают. Железный байпер с клыками, правда, в данном случае он пластмассовый. Передний мост, снизу хорошо видна раздаточная коробка и карданы, которые тоже унифицированы с Победы. Хорошо видны рессоры и выхлопная система боковая. Так, что мы видим в салоне? Так как полок в этом автомобиле не снимается, а очень хочется заглянуть в салон машины, я воспользуюсь, так сказать, подручными средствами. Итак, что мы видим? Ну, вот смотрите, насколько проработана модель. Можно было не ставить задние скамейки, которые в оригинальном автомобиле ГАЗ-69 стоят. Сзади стоят скамейки, на которые можно посадить людей. Также очень хорошо видна панель приборов. На нее устанавливаются приборы от ГАЗ-51. Руль переключения. А, поворотники. Вот опять же, по большому счету ничего не видно, если не рассматривать с фонариком. Но я, например, вижу две ручки переключения раздатки, рукоять ручника и ручка КПП трехскоростная. Ну, это к вопросу о проработке. Можно было этого не делать, но ведь приятно. Черт возьми. Сзади откидной борт. Чёрный номер. Стеклянные задние фонари. Ну, естественно, они стеклянные, выполнены из пластика. И две а-ля подножки а-ля задний бампер. Ну, как вы уже знаете, к коллекционной машинке от компании Ашет коллекции в масштабе 1,24 всегда идет глянцевый журнал, где вы можете узнать историю создания автомобиля, историю истории автомобиля. Можете узнать, где машина использовалась, в каких фильмах снималась. А также в конце журнала есть, например, очень хорошая статья, поверьте мне, лишний раз не надо лезть в интернет. Называется она «На пути к массовому автомобилю». И рассказывает она про завод Ама. Про производящиеся там автомобили, которые были изначально не про те, которые мы знаем, полуторки, а про Ама F-15 и вообще Ама серию грузовиков, первых советских грузовиков, естественно, выпускающихся по лицензии одной не менее известной европейской фирмы. Ну, давайте немножко проговорим про технические характеристики автомобиля ГАЗ-69. Это число вместо 8. Масса настоящего автомобиля 1525 килограммов. Полная масса 2205 килограммов. Автомобиль на самом деле не самый большой. Его длина 3 метра 85 сантиметров. Высота патент чуть более 2 метров. Ширина 1850. Дорожный просвет 220 миллиметров, что позволяет форсировать брод глубиной 0,7 метра, что по тем временам достаточно неплохо. Но поверьте, и метровые броды при определенной сноровке ГАЗ-69 проходил на ура. Двигатель, как опять же я уже говорил, М20, 4-такный, 4-цилиндровый, карбюраторный, рядный. Максимальная мощность 55 лошадиных сил при 3600 оборотах в минуту. Рабочий объем 2120 кубических сантиметров. Что еще было очень приятно для ГАЗ-69, например, на него устанавливали, как я уже говорил, трехступенчатую коробку передач, но вторая и третья скорость были синхронизаторами. А это значит, что не надо было два раза выжимать сцепление. И на бездорожье, когда ты можешь резко переключить передачу, все было в уровень. Тормоза, как мы понимаем, спереди и сзади установлены барабанные, но этого не видно, потому что здесь стоят диски. Колесики крутятся, кстати. Но в этот раз я не буду откручивать машинку, потому что вот эти вот трехгранные странные китайские винты для моделек, но, честно говоря, меня не раздражают. Крутить-вертеть, а вы скажете, дяде Ване, купи отвертку. Еще хочется сказать, что ГАЗ-69 экспортировался в 56 стран мира с разными климатическими зонами. В Румынии и в Северной Корее, например, их выпускали. Правда, качество автомобилей было не очень хорошее, и они не могли составить конкуренцию ГАЗ-69. Но вы можете себе представить, 56 стран в мире. Это достаточно очень круто. И самое главное, что до сих пор ГАЗ-69 пользуется потрясающим спросом. Например, в Крыму купить ГАЗ-69 за смешные деньги, как, например, на континенте, практически невозможно. Это машина, которая передается из поколения в поколение, понимаете? Это круто. Ну, как я уже говорил, рамная конструкция, крепкая рама, на ней не менее крепкий кузов. То есть, если даже кузов сгнет, рама останется. Итак, с 1 сентября 1953 года на ГАЗе развернулось массовое производство козликов. Но вы прекрасно знаете, что машины выпускались не только в данном виде. Это также были модификации командно-штабные машины, топливозаправщики, дорожные индукционные миноискатели. Даже на базу данного автомобиля устанавливался аэродромный пускач. А уж говорить про то, что машина была популярна в сельском хозяйстве, вообще не приходится. Агрономы, директора колхозов-совхозов, почтальоны. Все в то время ездили на ГАЗ-69. Даже больше, скажу, выпускалась заднеприводная модификация ГАЗа-69 для разводки почты и молока. Но она не прижилась, потому что ульяновцы наладили производство буханок. Ну, буханка была, тоже выпускала заднеприводная, но о ней чуть позже. Или вообще вам не расскажу. Итак, хочу еще раз напомнить, что ГАЗ-69 выпускается компанией Ашет Коллекция в масштабе 1 к 24. Другие машинки этого же, этой же серии, уникальные советские автомобили, можно приобрести, подписавшись на почте на издание. Можно зайти по ссылке в описании, где вы тоже можете подписаться. А можно позвонить по телефону горячей линии. А теперь самое интересное, господа. Победителем розыгрыша, который был объявлен в предыдущей серии, становится Тимур Набиуллин из города Казани. С чем я его и поздравляю. Попозже напишу тебе в ВК и попрошу твой почтовый адрес. Ну и это еще не все. Компания Ашет Коллекция предоставила мне еще одну машинку для розыгрыша в данной серии. Это ВАЗ-2101 в том же масштабе 1 к 24. Чем уникален этот выпуск? Это номер 4. Насколько вы знаете, более ранние номера сложнее приобрести, а иной раз практически невозможно. Собственно, условия конкурса такие же, как и с Нивой. Увидев видео ВК, вы должны им поделиться на свою страницу. И чем длиннее будет цепочка от вашей страницы, ну туда-куда-то в мировую сеть, то это победитель. Как я уже говорил, победитель на ВАЗ-2101 Нива определен. Но маленький анонс опять же о следующем выпуске, о номере 10. Перед нами будет представлен ЗИЛ-111Д кабриолет. Я надеюсь, в этот раз у меня получится рассказать про него быстрее, чем у моих YouTube-конкурентов. За всем разрешите отклониться, ставьте лайки, подписывайтесь, в общем, делайте все, что надо. Не забывайте нажимать колокольчик. С вами был ваш дядя Ваня. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok